В Советском районе продолжают обновлять парк автомобилей скорой помощи. Ранее спецтехнику уже получила Советская районная больница, а в конце апреля новые машины были доставлены медикам Зеленоборска, коммунистического Ягериша. Предоставленный транспорт полностью укомплектован современным оборудованием. Это электрокардиографы, глюкометры, портативные аппараты вентиляции легких. Все то, что может понадобиться медикам на этапе достационарной медицинской помощи. Отмечу, что обновление автопарка идет в рамках национального проекта здравоохранения. Благодаря программе в районе также идет ремонт больниц и амбулаторий. Действительно, то, что нам нужно. Автомобили у нас были, но вот именно, что по последнему, что называется слово техники, медицинская, это первое. Здесь в помощь и работникам, и фельдшерам, и медработникам она просто неоценима. Это очень даже хорошо, жизненно необходимо, потому что у нас очень далеко. И вот так вот, если что-то случится, не дай бог, и скорая нужна, тем более оборудованная, новая. Очень рады. В Нягоне начали монтаж новой газовой котельной. Так, на улице Чернышева появится современная автоматизированная котельная. Она заменит старую, которая эксплуатировалась больше 40 лет и теперь больше не соответствует современным требованиям. Объект оснастят пятью котлами. Три из них обеспечат отоплением, а остальные два – горячую воду для микрорайона западный. Также котельная будет полностью автоматизирована, а современное оборудование гарантирует хорошие показатели энергоэффективности, бесперебойность работы, долговечность и высокий уровень безопасности. Кроме того, в Нягоне снизятся расходы на топливо, потому что объект будет работать не на нефти, а на газе. Это значит, что городская ресурсоснабжающая компания сэкономит средства и сможет выполнить другие важные работы. Если мы с вами платим за газ за одну котельную 700 тысяч, то за нефтяную котельную наше предприятие в месяц отдает до 10 миллионов. Поэтому это для нас очень серьезная экономия. Ну и в дальнейшем, переведя все предприятия на газ, повысится надежность системы теплоснабжения города в целом. В Белаярском районе постояльцы социальной гостиницы «Благостыни» рассказали об условиях проживания. Сейчас в заведении проживают два десятка человек. Два года назад Центр адаптации для лиц без определенного места жительства поменял статус. Сейчас тут живут не только представители Белаярского района, но и гости из других территорий. Жильцам ежедневно выдают продукты для приготовления пищи. При поступлении в гостиницу они проходят медкомиссию и подписывают договор, где оговорены все условия проживания. Например, здесь действует полный запрет на алкоголь. Впрочем, нарушать распорядок постояльцы не спешат. Бездомные ценят шанс вернуться к нормальной жизни. Специалисты учреждения помогают постояльцам в социализации, содействуют трудоустройству и восстановлению документов, и лечению от алкогольной зависимости. Финансируются учреждения из окружного бюджета. Кроме того, некоммерческая организация постоянно участвует в грантовых конкурсах. Персонал очень хороший. Очень. Я редко такие встречал. Жить можно вообще классно. Классно здесь. Два это не в комнатах по пять человек. У нас одна комната, там два человека есть. А все остальные четыре это по пять человек в комнате. У них трехразовое питание, но готовят они самостоятельно с помощью нашего дезинфектора. Дезинфектор наш контролирует. Почему мы и взяли социальную гостиницу. Все могут себя самообслуживать.